Христос воскресе! Родился около 1570 года в городе Ржеве. Постриженник, а затем настоятель Старицкого Успенского монастыря, во время событий Смутного времени был ближайшим помощником святителя Ермогена, патриарха Московского. С 1610 года преподобный Дионисий архимандрит Троица Сергия Влавры. При нем в монастырских Слободах были открыты дома и больницы для страждущих, раненых и оставшихся бездомными во время польско-литовского нашествия. Во время голода по его настоянию братья Влавры питались овсяным хлебом и водою, чтобы сберечь пшеничный и ржаной хлеб для больных. В 1611-12 годах совместно с Келарем Троицы Сергиевой обители, иноком Авраамием Палицыным, он писал окружные послания с призывом присылать ратных людей и денежные средства для освобождения Москвы от поляков, а также к князю Дмитрию Пожарскому и ко всем ратным людям с призывом ускорить поход на Москву. Иноческая школа помогла преподобному Дионисию в самых тяжелых обстоятельствах лихолетия сохранить неугасимым свой внутренний свет заповедей Христовых. Высокая ступень иноческого подвига, достигнутая преподобным через непрестанную молитву, сообщила ему и дар чудотворения, но он тщательно хранил тайны духовной жизни от людей, которым это знание могло послужить лишь во вред. «Не спрашивайте инока о делах иноческих», говорил преподобный Дионисий, «потому что для нас, иноков, великая беда открывать тайны мирянам. Есть писано о том, что делается в тайне, да не увесть шуйца твоя. Нам следует укрываться, чтобы делание наше было неведано, дабы этим дьявол не ввел нас во всякое небрежение и явленность». О глубоких внутренних испытаниях и постигнутых им тайнах богопознания можно судить только по тем делам, которые проявлялись, когда обстоятельства принуждали преподобного Дионисия к активной деятельности. Одним из таких значительных событий было привлечение его к исправлению богослужебных книг. С 1616 года преподобный Дионисий возглавил работы по исправлению печатного требника на основе сличения древних славянских рукописей и различных греческих изданий. Во время работы справщики обнаружили существенные расхождения и в других книгах, изданных в период между патриаршеством. Однако ответственные за эти упущения люди обвинили на соборе 1618 года преподобного Дионисия в еретичестве, лишенный права священнослужения и отлученный от церкви, он был заточен в Новоспасский монастырь, где его хотели умертвить голодом. Вмешательство в 1619 году Иерусалимского патриарха Феофана IV и вернувшегося из польского плена патриарха Филарета прекратило его заточение, и он был оправдан. Преподобный Дионисий известен строгим соблюдением монастырского устава, личным участием вместе с братьей в монастырских работах и устроением обители после осады Лавры. Житие и канон преподобного написаны Келлорем Троице-Сергиево монастыря Симоном Азарьиным и дополнены священником Иоанном Насеткой, сотрудником преподобного Дионисия в деле исправления богослужебных книг. Представился преподобный Дионисий 12 мая 1633 года по старому стилю и погребен в Троице-Сергиевой Лавре. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых святителя Епифания, епископа Кипрского, святителя Германа, патриарха Константинопольского, священномученика Ермогена, патриарха Московского и вся Россия Чудотворца. Празднуется второе обретение мощей праведного Симеона Верхотурского, а также святителей Савина, архиепископа Кипрского и Полувия, епископа Ринакирского, мученика Иоанна Валаха, а также новомучеников и исповедников российских, священномученика Петра, попова-пресвитера, мученицы Евдокеи Мартишкины. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаименинства, благожелая вам от воскресшего Христа Жизнодавца мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Воистину, воскресе Христос! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok